Мы Ветераны Той далекой От гремевшей войны Нас испытывали бомбы и пули На просторах обожженной земли Мы не дрогнули С пути не свернули Мы не дрогнули С пути не свернули Не срабели Победили Смогли Полыкали над землею рассветы И кружилась на ветру воронье Очень много было верст до победы Очень много было дней до нее Очень много было верст до победы Очень много было дней до нее Смогли Василий! Я здесь! А ну, построй все это сонное царство! Становись! Равнясь! И никого не отпускать! Пусть воинство Проветрится немного! Пошли, товарищи! Поехали! 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 Здравия желаю, товарищи. Доброе утро. Здравствуйте, Семён Феофанович. Извините за столь ранний визит. Всю ночь к вам вскакали. Я тоже всю ночь не спал. Седай ты, хлопцы. Хлопцы, говорите. Да некогда нам сидеть, Семён Феофанович. Да и на дворе морозно. Всю ночь не спал ватого этого. Всё заседали, с тем правлением колхоза. Одна семья. Ну, и до чего же вы да заседались, Семён Феофанович? Объединяться с вашим отрядом или ватого этого отдельно действовать? Как дело до голосования доходит, так поровну. Что поровну? Голоса поровну разделились. Четыре человека за. Четыре против. Правда, Мария? Согласно протоколу, Сеня. Как народ решил, так и будет. Мария? Мария? Семён Феофанович, не кашляет больше Семён Феофанович? Поправилась ватого. А когда поправитесь вы, товарищ Бессараб? Вы знаете, как поступают с коммунистами, которые не подчиняются приказам партии военного командования? Я ватого этого заголосовал, но колхозная демократия есть. Так вот, без всякой колхозной демократии я с сегодняшнего дня освобождаю вас от командования отрядом. Алексей Ильич... Это приказ обкома. В строй! Я говорю, в строй! Вот этого и этого! Не слишком ли строго, Алексей Фёдорович? Что? Жалко стало, комиссар? Нет, не строго! Вспомните Ячнянцев. За мной! Здравствуйте, товарищи бойцы! Здравствуйте! С сегодняшнего дня вы бойцы объединённого областного партизанского отряда. Поздравляю вас! Ура! Ура! В целях маскировки кричать не будем. И так уже отсалютовали миномётным огнём. Даю полчаса на сборы! Разойдись! Слушаю вас. Кто будет командиром нашего отряда? Алексей Фёдорович. Это решит обком. Оставьте нам Бессараба. Оставьте нам Бессараба, Алексей Фёдорович. Я вас как орденоносец, орденоносца прошу. Вы же мне орден трудового знамени вручали. Я Мария Баглай, трактористка. А Бессараб наш бессменный председатель колхоза. И мы с Семёным Феофановичем и в огонь, и в воду. И в морозы. Ну, как считаешь, комиссар, уважим просьбу коллектива? Я думаю, учитывая пожелания масс, можно оставить Алексея Фёдорович. Согласен. Ура! 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 Мария. Да что уж там, Алексей Федорович, иной раз и не такое приходится слышать, но от вас не ожидала. Ладно, ладно, с кем не случается. Ты лучше бы чайком нас горяченьким попоила, пока народ собирается. Очень мне у тебя в землянке понравилось. Молодец. Аж сердце заныло. Неохота все бросать, Алексей Федорович. Начинать все сначала. Мария, Мария, то ли еще будет. Вот кончим воевать, к своим домам вернемся и заживем лучше прежнего. Дети как? Живы-здоровы дети. Ну хорошо. Слушай, Мария, а может ты к ним вернешься? Бои скоро начнутся. Тяжелые? А нет, Алексей Федорович. Я от своего Сени не на шаг. Куда он, туда и я. Вы лучше товарищей своих чай приглашаете пить. У меня банка меда припасена. Гречанова. А да, Мерду. Ха-ха-ха. 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 Ну что ж, господа крестьяне. Несколько слов о международном положении. Непобедимая и доблестная великая армия фюрера добивает последнее полчища большевиков при горьях Урала. Победно движется по пескам Средней Азии и скоро возьмет столицу Сибири. Магадан, как взяла Петербург и Москву. Оно-то, конечно, так, ни газет, ни радио. Посему, что господин бургомистр не скажет, то все правда, мабуть. Кто такие? Как говорил мой отец, Екатеринославский помещик, русские имеют дурную привычку опаздывать. Проверь. КОНЕЦ КОНЕЦ Староста сказал, что среди вошедших есть незнакомые ему люди. подойти сюда и предъявить документы. Ай, пустите! Ай, пустите! Ай, пустите! Ай, пустите, немедленно! Полицаи! Молодцы, хлопцы, что партизана поймали и связали доброе. Какой же он партизану убедится? Пустите, тюрьмы вернулись! Кто у нас погорел? Ведь только бананит нас! География приведенного ясна, как божий день! КОНЕЦ КОНЕЦ Расскажи, старое, что случилось. Убил он. Наталку калюжную в стыну ножом. А доченьку ее, тазочку, задушил. Гражданин начальник, дайте мне слово! Говори. Гражданин начальник, Натка Калюжная была связана с партизанами. Ее мужик коммунист! Командир Красной Армии! И они все с нею заодно! Да в глаза мне на плюте, если я брешу! Если так, то почему Наталкинухату ограблю? Вот, смотрите, вот! Это конфискация большевистского имущества, гражданин начальник! Правильно. И вообще, господа крестьяне, давно пора понять, что коммунисты и партизаны, их семьи и родственники вне закона. Снять оковы! Снять оковы! Отставить! Кто такой? Пропустите! Будем знакомы! Федоров! А-а-а-а! Алексей Федорович! Это он! Это он! Это он поеду! Осталбил! Гад! Ты его! Ты его гадину! Остановитесь! Остановитесь! Товарищи! Остановитесь! Это изменит Родины! Его будет судить весь народ! Назад! Повторяю! Предатели Родины! Будет судить народ! Наш партизанский трибунал! Алексей Федорович! Началось! Ух ты на пиаарин! Поехали! Ух ты на пиаарин Ki-ан! А на пиааринбари! хοιук, Mondграй, как сест. Ух ты на пиаарин, как сест pul pretend. Пока. Ух ты на пиаарин! Доложите обстановку. Только что Курочка выбил фрицов из школы, а отряд Досараба атакует МТС, ракеты. Погорельская операция не относится к числу особенно искусств военным отношений. Но мы, командиры и члены обкома, понимали все ее значение. Если неудача, то она станет провалом партизанского движения в области, большим отступлением. И тогда нам придется начинать все заново. Партизан, партизан. Потом мы три года подряд будем слышать этот вопль из-под горящих танков, из горящих штабов и казарм, из разбитых вагонов. Андрей! Догоняй! Стоп! Пошел, Пошел! Стоп! 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 На одной сосне копчаться будем. Лейси, останови коня. Чего? Не видишь, что поня развязалась? Лейси 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 Мой гад! Леся! Лейси Андрей Лейси 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Алексей Федорович Товарищи, Лесю убили! Лесю! Товарищи, если речь заходит о Томашевском, я могу быть необъективным. Вы знаете, у меня была с ним неприятная встреча. Вот Рванов свидетель еще раз может подтвердить. Но улик против человека нет. А может быть еще раз вызовем короля и побеседуем? А какой смысл? Он твердо убежден в невиновности Томашевского. И вообще, товарищи, дело это непростое. За последнее время отряд вырос более чем вдвое. И не исключена возможность, что среди вновь прибывших просочились агенты гестапо. А я все-таки считаю, что необходимо еще и еще раз допросить Коровина и усилить наблюдение за Томашевским. Гестапо, конечно, будет засылать к нам предателей, и не одного. Пусть засылает. Сейчас даже самый матерый предатель уже не сможет повлиять на ход партизанской борьбы. А может быть, Коровин проглядит? Тихо, Томашевский, тихо. И еще Куд Коровин. Тихо. Товарищи, в последний час под Москвой разгромлены немецкие дивизии. Взято много живой силы и техники. Ура! Червы! В ту ночь никто в лагере не заснул до рассвета. На следующий день мы напечатали в нашей подпольной типографии несколько тысяч листовок и связные партизанского отряда повезли их по дорогам области. Наша операция так и называлась. Листовки. А спустя несколько дней после успешной операции в селе Погорельце наша разведка доложила, что противник собирается выставить против нас полк карателей. Это представляло серьезную угрозу для отряда. Боеприпасов и вооружение у нас в то время еще не доставало. Мы остро нуждались в помощи Большой Земли, а связь с ней мы никак не могли установить. И вот однажды допустим, что вы действительно наша армейская разведка. Допустим также, что вы действительно посланы сюда командованием Центрального фронта. Зачем в таком случае вы ввязывались в бой с полицаями? Они шли по нашим пятам. Хорошо, садитесь, спешите. Пишите. Партизанский отряд. Что, не пишите? Чернил замерзли. Николай Никитич. Спасибо. Партизанский отряд под командованием генерала Орленко уничтожил в районе села Погорельцы крупный гарнизон противника. убито более двухсот немецких солдат и офицеров. Подожжен склад с горючим. Кроме того, партизанами распространены листовки о разгроме фашистских войск под Москвой во многих селах в районных городах области. А теперь примечание. Если все это сообщение в течение недели не будет передано в сводке Советформбюро, мы будем считать вас фашистскими диверсантами и вынуждены будем. Что поделаешь. На войне, как на войне. Воздух! Воздух! Тоже мне партизан. Это же корректировщик. Рама. По землянкам тушить печи. Кухню! Тушите печи! Печь тушите. Тушите костры, чтоб ни дымка, ни искорки. Все в укрытие. Лошадей под навес. Быстро! Ну, пошла! Райный, райный, ну! Ты чего, драхейный скотина лаешь? Пилу червай тех, кто в баньке содержится. Ну, пошла! Пошла, пошла! День пельмяса, скотина! Пошла! Родные места ватого этого покидаем базы, товарищи. Обком, прежде чем принять это решение, взвесил все. Поэтому разговоры о том, что лучше воевать в родных местах или еще того хуже, лучше умереть в открытом бою, чем бегать от противника, считаю пораженческими. Приказываю всем командирам быть готовым к рейду в 18.00. Исполнять. Алексей Федорович, так я же... Арсений Григорьевич, сейчас не время для вопросов и ответов. Через 15 минут радисты выходят в эфир. Петру, осторожней. Дружьевей. Бери, 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 снизу, пошел. Скоро... Бери, бери... Ваше сообщение передано в штаб партизанского движения Ворошилову, идентично Коротченко Строкачу. Вам приказывается выходить на связь ежедневно. Время прежнее. Это еще ни о чем не говорит, поэтому наш уговор пока остается в силе. Время прежнее. Время прежнее. Назад стрелять буду. Назад. Кому говорят. Стой. Пустите. Стой. Назад. Назад. Но ты кого защищаешь, командир? Назад. Они, почитай, пол, тела наших перевешали. Бить их, гадам, надо. Бить. Плевака, царапад охрана. Есть. Плевака, царапад. Плевака, царапад. Плевака, царапад. Плевака, царапад. Печнянский отряд погиб, Яша. Как погиб? Плевака, царапад. 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 Алексей Федорович! Партизанский отряд. Соленформбюро из Москвы. Сам слышал. Отряд под командованием товарища Орленко разгромил гарнизон фашистов в Погорельцах. Только что сообщите. Одну минутку, товарищи. Одну минутку. Один пять. Три восемь. Четыре семь. Три ноль. Четыре один. Прием закончен. Пожалуйста. Фёдорову, передайте привет бойцам и командирам. Сообщите, в чём испытываете нужду. Ворошилов, Коротченко, Строкач. Спасибо, товарищи, за добрые вести. И вам спасибо, товарищ секретарь обкома, за выдержку и терпение. Товарищи радисты, газеты. Напиши в Москву, что командир взвода. Бывший председатель колхоза товарищ Бессараб. Ладно. Изничтожил полтораста солдат и двадцать офицеров. Сколько, сколько? Изничтожил в этого... ...двадцать солдат и одного этого... ...фитфебеля. Теперь, теперь прицеп Капу! На wrestone, на них перечислисть перенажcial. Капа! Капа! КОНЕЦ 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 Мы на этом болоте с бабушкой клюкву собираем. Не провалитесь. Каждую кочку знаю. Стоять, Адам, стоять. Вася, колонну вперед. Ну, Сусанин, приехали. Слезай. Ну, спасибо тебе, спасибо за все. Слушай, у тебя же руки совсем окоченели. Не очень. Не очень. Возьми мои варежки. На память. Вот так. Ой, спасибочки. А дровишек, бабушки, не забудьте привезти? Обещались ведь? Не забуду. Пришлю. О, будь здорова. Расти большая. Варежки не потерей. Дядя Яша! Дядя Яша! Сколько же мы построили в лагерей в наши партизанские годы. Лесоградов. Сколько было вырыто земли, спилено и срублено деревьев. Летом еще ничего. А зимой промерзшие земли. Большая земля тверда, как бетон. Ее ни ломом, ни долом не возьмешь. Поэтому приходилось родимые отогревать кострами. Потом костры отодвигали. И копать становилось легче. Кррррррррррррррр. Через три месяца нашего пребывания на Украине мне стало ясно, что все здесь абсурдно. Для того, чтобы в чем-то разобраться, нужно ходить на голове. Совершенно невозможно отыскать здесь умных, предприимчивых коммерсантов, которые по меньшей мере понимают, что капитал не должен оставаться без движения. Твое задание, отец, я пытался выполнить, но наладить здесь коммерческие связи невозможно. Я так и не смог наладить массовую продажу крестьянской парфюмерии. Я так и не смог найти ни одного русского оптовика с капиталом. Некоторые называли себя дворянами, но почти никто из них не мог откусить кончик у сигары. Они ее сразу совали в рот. При этом все здесь носят бумажное белье и нитяные носки. Нет, папа, это тебе не Франция с Голландией. И вести коммерческие дела здесь просто невозможно. Достаточно. Смотрите, я не боевый офицер. Я всего лишь коммерсант. Вы ведь меня не расстреляете, нет? Смотрите, я не могу. Я не могу. Вы отправляете мои письма в Германию. Конечно же не сейчас, а если вы выиграете войну. Адрес стоит на моей визитной карточке. Моя жена и дети пусть знают, где и как погиб их отец. Попробуемся. Я вам сообщаю время и численность наступающих против вас войск. Сегодня на рассвете генерал фишер силами около дивизии начинает наступление. Численность наступающих войск составляет 4500 человек. Похоже, Алексей Федорович, он говорит правду. Вот здесь он пишет. Генерал Фишер, зная, что я твой зять, бывает со мной откровенен. Вчера он мне сказал, что получил строжайший приказ уничтожить первому числу всех до одного черниговских партизан. Увезти. Ком? Ком, ком. Разрешите и те, Алексей Федорович? Да, да, пожалуйста. Спасибо. Соседелись. Надо было на прошлой неделе переходить в Орловские леса. Это 200 километров по открытой местности? Под обстрелом авиации. Может, разобьемся на мелкие группы и будем просачиваться? Нет и нет. Дробить большой отряд ни в коем случае. Что такое бродить в лесах в поисках товарища, я убедился на собственной шкуре. Поэтому я тоже против. Да не время сейчас говорить об этом. Самолет уже в воздухе с боеприпасами и с продовольствием. Товарищи, считаю, что отряд должен принять бой. Мы уже для этого достаточно окрепли. Поддерживаю. Этот бой будет хорошей проверкой для нашего отряда. Николай Никитич, поручаю вам с Руановым разработать план операции. А ты, комиссар, проведи политбеседу. Пусть каждый партизан знает, что для нас значит этот бой. Я не вижу, не дружу. Фааа. Пусть bajo п adventures. Пусть под разговором для Б Kabul Ответ баловая. Есть. Черт поставил он нас в положение. Товарищ командир, who there? Здорово, ребята. Капранов, оружие много в ящиках. Выгружай скорее, ребята. Хлопцы, сани подгоняй сюда. Пашка. Степа. Пашка. Пашка, тебя же в 41-м сбили. Сбили, а партизаны выходили. Поторопись, хлопцы. Слышите, бой идет. Скорее! О! Не О, а корреспондент комсомольской правды. Спасибо. К нам партизаны. А примите? Пожалуйста. Володин. Коростоянова, Лия. Скорее, хлопцы, ждут же. Скорее. Поехали. Патриарх. Помоги ему. Ваше приказание выполнено. Самолет прибыл с оружием. Хорошо. Что у курочки? По просекам пьяны в рост идут. Про какие-то аллело горланят. Мы их с полсотни скосили, но и наших много полегло. На Поехали! Живо! Всё для Германии, говоришь! Оставьте на этой волне! Тихо, товарищи! Уже рапортуют. На линии Центрального фронта уничтожена группировка бандитов численностью в три тысячи человек. Это о вас. Взято в плен двенадцать комиссаров, главарям удалось скрыться на аэропланах. О, пристреч! То, наверное, Василий Логович улетел! Вражеский радист передал заведомую ложь. В плен они не взяли ни одного человека. Ну, не хотелось бы, чтобы у вас создалось впечатление, будто для нашего соединения всё складывалось легко и гладко. Отнюдь нет. Даже победные боевые операции находились без крови и горя. Так в одном из боёв гитлеровцам удалось отсечь взвод от бессора. Назад! Назад! Отходите! Перебежками! Перебежками! Отходите! Отходите к крестному фотору! Назад! Хлопцы! Скорее! Хлопцы! Скорее давай! Патроны береги! Отходите! Хлопцы! Патроны береги! Патроны береги! Трус! Сдавайся! Укола? Омер, кажется. Что будем делать, Сеня? Сдавайтесь! Выекру, жми! Патроны береги! Сеня! Ты куда? Трус! Нист шессен! Партизаны не сдают. Партизаны не сдают, Саватова, этого! Партизаны не сдают, Саватова! 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 Партизаны не сдают! Партизаны не сдают, Саватова! 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 Партизаны не сдают! Партизаны не сдают, Саватова! Битте. Открывай! А ну, выходи! Ведьма! Зофот ви веден зейн. Ну, я. Ведьма! И вот, правду, ведьма. Ничего, в лесу сама окочурится. Видео... М couчат! Видео... Мария прошла не менее десяти километров и случайно наткнулась на партизанские консервы. Так мы называли мясо, подвешенное на деревьях для тех, кто не знал нового местонахождения отряда. Тут же делались зарубки, по которым можно было определить, где находится закопанный пузырек. КОНЕЦ В пузырьке мы оставляли зашифрованную записку. Таким образом, связной или разведчик мог сориентироваться и найти отряд. КОНЕЦ 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 Шубу, Иван. КОНЕЦ Пей. Пей, кому говорят. Вот и сама Мария. Это ее обессилевшую, обмороженную, подобрали тогда разведчики. Наши партизанские врачи с трудом спасли ее жизнь. Недавно Марии Филипповне исполнилось 75 лет. Мы часто встречаемся с ней, говорим о сегодняшнем дне, вспоминаем прошлое. А такой была Мария в партизанском отряде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова